В доме номер 7-Б по улице Портовой по предложению регионального оператора был запланирован капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения. Но по инициативе собственников этот план был заменен на капитальный ремонт крыши. По результатам проведенного электронного аукциона был заключен договор подряда с предприятием ТИС Бизнес Строй на разработку проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту крыши. Подрядчик выполнил часть работ, но в подвешенном состоянии остается вопрос с утеплением кровли. На данный момент, ну, пока вроде бы комиссии установлено не было, ждем решения только по утеплению чердачного перекрытия со стороны фонда капитального ремонта. Будем ложить или не будем, и сдаваться будем вот в таком состоянии. Работы по ремонту крыши проходят с весны этого года. На очередной технической комиссии представители заказчика остались довольны проведенным ремонтом, а вот представители фонда капитального ремонта на это мероприятие прийти посчитали ненужным. Подрядная организация работает с фондом уже очень давно, где-то с 2015 года. На его счету множество сделанных крыш, причем добросовестно. На данной крыше у нас проводились неоднократные рабочие комиссии, на которых выявлялись какие-то малейшие недостатки, которые устраняются своевременно, то есть в установленные сроки. В связи с тем, что фонд капремонта Маганавской области до сих пор не определился с тем, устанавливать утеплитель или нет, жители дома рассказывают, как утеплена крыша и как было холодно в квартирах предыдущей зимой. Кем-то принято решение, что эта пыль может быть утеплителем, что она может спасать людей от охлаждения стен и потолка. Морозы ниже 20 градусов. При этом собственники квартир выражают недоумение по поводу того, что утеплитель на крыше могут не поставить. Все дома, которые ранее ремонтировал фонд капитального ремонта, обязательно проходили очень важный процесс. Менялся полностью утеплитель, то есть унимался весь вот этот старый шлак, который превратился в пыль, и на его место укладывался новый современный утепляющий материал. Почему-то, к сожалению, на крыше портовой Симборис эти работы не выполнены. Отсутствие решения заказчика по укладке или отсутствие такового вызывает справедливые вопросы и у общественников. По проекту был предусмотрен утеплитель, поэтому от проекта отклоняться нельзя. Но у нас Магадан не Сочи, поэтому крыши обязательно нужно крыть только с утеплителем. А мы потом еще говорим об энергоэффективности. О какой мы будем говорить энергоэффективности, если у нас крыши будут без утеплителя. Я не говорю уже о фасадах. Как зимовать в доме, где не утеплена крыша в Магадане, остается большим вопросом. Виталий Моряков, специально для Службы новостей.